Люди-легенды. Именно так можно сказать о ветеранах Великой Отечественной войны. Кто, как не они, лучше всего знают историю нашей страны и у кого, как не у них, нужно учиться быть настоящими патриотами своей Родины. В рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе в учебных заведениях Славянского района проводятся уроки мужества. В Славянском сельскохозяйственном техникуме занятие на патриотическую тему провёл ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Василий Васильевич прошёл всю войну, от начала и до конца. Был несколько раз ранен, но всегда возвращался в свой 88-й полк и 33-ю стрелковую дивизию. Ребят, с которыми пришлось воевать, он до сих пор помнит поимённо. А ведь со дня окончания войны прошло уже практически 73 года, а самому ветерану – 94. Я, думаю, всех своих разведчиков по фамилии, по имени знаю. Вот у меня большие групповые, весь взвод сфотографирован. Все у меня, потому что я всех разведчиков знал. Вот это были, многие погибли, были боевые друзья хорошие. Друг за другом там, там друг за другом стояли горой. Там не бросить, не оставить. Сам погибли, да будет всё равно защищать друга. Взводил меня в разведке. Ни одного человека нет, чтобы у него был один или два ордена. Три, четыре. Вот у Солода. Три же медали за два. Три славы, первый, второй и третий. Ещё и орден Отечественной войны, первой и второй степени. Василий Васильевич был разведчиком. Практически всё время приходилось быть на передовой. Пережить пришлось многое. Потерю близких, гибель боевых друзей. Одно из самых страшных воспоминаний – бои за Сталинград. Из дивизии, в которой было 17 тысяч человек и в которой служил наш герой, остались в живых только 360 солдат. Студенты воспоминания ветерана слушали, затаив дыхание. Василий Васильевич с детальной точностью и правдивостью рассказал студентам об очень многих эпизодах Великой Отечественной войны. Например, о том, как под Кенисбергом им в плен сдалась целая немецкая дивизия. Переговоры с фашистами пришлось вести ему и его командиру. Он сказал два слова. Говорит, у нас солдаты мало, но у нас вся техника, артиллерия, танки и так далее, всё находится. Мы, говорит, пару леса окружили, разбили. И вот Сталинграда пришли к вам сюда, в Восточную Пруссию, в город Кенисберг взяли. А что вы хотите сделать на этом Оскароке? Вы знаете, ну, вы представления не имеете. Они все сели, замолкли. Хоть бы один кто-то слово сказал, что там хай Гитлер, всё. Всё затихнуло. То есть дали. Это знак был согласный с командиром дивизии. Тот команду дал, пока мы чай попили здесь в бункере. Вышли. Горы лежали. Оружие тоже не обросали. И вот, пока мы вышли, они уже колонна стоит 4000 с чем-то. Ну, мы их через нашу траншею проводили. Так вы знаете, там же леса пока довели до штаба дивизии, а сопровождало 4000 нас в трое. Больше никого не видит. Кто хочет, разбегайтесь. Куда хочет, бегите. Всё равно бесполезно. Провели их туда. Вот это была награда, которая наградила меня орденом боевого красного знамени. Это уже вторым наградили меня. А первым за подбой танков. Многое из того, что рассказывал ветеран, никогда не прочитаешь в книгах. Подобные личные воспоминания о Великой Отечественной войне цены тем, что это живая история нашей страны, отраженная в судьбе одного человека. Он рассказал нам, как участвовал в битвах, как принимал, защищал города. Он принимал участие на Донбассе, на Черкасске лежал в больнице, в госпитале. Был ранен. Рассказывал, как он был разведчиком, принимал серьёзные решения. У него была своя группа. Такие встречи с ветеранами, они должны показывать нам, как были тяжёлые времена, о том, что мы задумывались, как тяжело жили в то время люди, о том, что у нас есть, и почитать погибших, и ценить тех, кто жив с нами. В конце встречи Василий Васильевич студентам сельскохозяйственного техникума подарил три книги, в которых описаны боевые будни разведчиков и сражения Великой Отечественной войны. Ребята, в свою очередь, поблагодарили ветерана за такой интересный и подробный рассказ. Спасибо Вам большое, что Вы пришли, выделили время, силы, рассказали о военных событиях. Нам очень приятно слушать и запоминать эти моменты. Спасибо Вам большое. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».